Летом 2020 года мы посетили Крым. Конечно же мы были не единственные, в связи с закрытием границ многие поехали именно сюда. В нашем случае это было семейное путешествие с маленькими детьми, и поэтому мы не так много снимали и вовсе не стремились делать рассказ про это место. Однако у нас есть дрон, и волей-неволей мы все же засняли некоторые места полуострова, и я решил собрать их в один небольшой обзорный ролик, и показать именно те места, которые мы посетили. Для того, чтобы вы могли посмотреть, куда можно поехать и что можно увидеть в Крыму, ну или просто посмотреть на них и освежить в памяти то, что вы уже видели от первого лица. Все путешествие начинается с дороги в Крым. Мы едем из Москвы, и поэтому дорога в Крым пролегает через Ростов-на-Дону. Весь путь, начиная уже от Воронежа, мы наблюдаем необъятные поля подсолнухов, а в сочетании с хорошей погодой за окном автомобиля, они дают просто шикарные пейзажи. И поэтому я решил показать несколько кадров этих мест с воздуха. Не переживайте, я не буду долго на этом зацикливаться и в подробности показывать весь путь, а продолжу рассказ далее. Тем более, я думаю, что многие из вас уже видели эту красоту. Итак, первая точка, которая не имеет отношения к Крыму, но является необычным местом – Павло-Очаковская коса. Место располагается недалеко от Ростова-на-Дону, но располагается как раз по направлению в Крым. И поэтому можно сюда заехать на денек, отдохнуть и поехать далее. Интересно это место тем, что тут есть, как и сказано в названии, песчаная коса, которая уходит далеко в море. Это, кстати, Азовское море. На пляже имеется белый и приятный песок, а вот вода тут зеленого цвета. Совсем не прозрачная и не чистая. Одно местами илистое и не очень приятное. Лично для нас это был как раз пункт полудневки и ночлега. До этого места из Москвы можно доехать часов за 12. То есть сели утром в машину, вечером вы уже тут. Поспали, проснулись, покупались и слегка отдохнувшие поехали далее. В этот же день можно было бы доехать и до Крыма. Но долгожданное море, песок и хорошая погода заставили остановиться на косе дольше запланированного. Мы решили спокойно проехать еще 350 километров и остановиться в Голубицкой. В Голубицкой все тоже Азовское море и чего-то необычного нет. Классический южный курорт и побережье с песчаным пляжем. Однако я решил все же сказать пару слов про это место. Потому что тут есть небольшой и простой автокемпинг недалеко от берега моря. А возможно для вас это будет полезная информация. В этих местах не в каждом населенном пункте есть кемпинги. А найти жилье на одну ночь в разгар сезона до еще большой компании или семьей не так уж и просто. Потому что арендодателям интересна долгосрочная сдача комнат, а не на один день. Ну что, друзья, а вот и Крым. Это новый мост через Керченский пролив, за которым кончается наша российская сотовая связь. Ну, на самом деле она не совсем кончается, а в силу вступают крымские тарифы. Но интернет, во всяком случае, у нас кончился сразу же при въезде на мост. Мы, как и многие в этом году, уехали по этому мосту первый раз. Этот мост длиной 19 километров, конечно же, грандиозное строение. Построенное так, что ты, проезжая по нему, не совсем понимаешь, что это мост. Не видишь по сторонам пролива, а видишь лишь высокие отбойники, которые загораживают вид на воду. В целом, складывается ощущение, что ты просто едешь по трассе и не особо понимаешь, когда ты въехал на мост и когда с него съехал. Наверное, это комплимент строителям и недочет для тревел-блогеров, которые хотят видеть все происходящее по сторонам. Ну, как я уже и сказал, основное, что изменилось после въезда на мост, это связь. Несмотря на то, что Крым – это Россия, для сотовой связи это понятие еще неприменимо. Требуется подключать роуминг для российских операторов или купить местную сим-карту с крымским тарифом. В общем, если нужна связь, после съезда с моста можно повернуть направо и заехать в Керчь, а там уже приобрести местную симку. Ну все, давайте смотреть природу и пляжи Крыма. И первое место – это генеральские пляжи. Генеральские пляжи уникальны. Соседствующие с раскинувшейся на многие километры степью, они поражают воображение своими ландшафтами, пустынностью и уединенностью. Создается полное ощущение оторванности от мегаполисов и других людей. Это по-настоящему безлюдные места. Вы не увидите света от городов, не услышите шумных компаний или музыки. По ночам вам будут светить фантастически яркие звезды, а провожать закаты и встречать рассветы вы будете наедине с собой. Но так было раньше. А сейчас, в 2020 году, когда границы во всем мире закрыты и все поехали на наше южное побережье Крым, понятие пустынности и уединенность можно убрать. Да, здесь немноголюдно, но вовсе не пустынно. Однако это не значит, что сюда не стоит ехать. Красота природы, местные пейзажи и ночное небо остались без изменений. Из плюсов еще можно сказать, что из-за того, что Азовское море мельче, чем Черное, вода здесь на пару градусов теплее. А также тут мелкая береговая линия, и эти места идеально подходят для отдыха с детьми. Это место находится в 30 километров от Керчи, однако добраться до сюда не так просто, потому что практически весь путь необходимо будет ехать по полям и степям, а из-за дикости этих мест брать с собой для отдыха нужно практически все, начиная от воды и заканчивая дровами, ведь ближайший магазин находится где-то в городе. Еще в качестве недостатка можно озвучить, что степь подразумевает отсутствие деревьев, а значит и естественного тенька, поэтому тенты и зонтики также необходимы для комфортного отдыха. Ванька ждет кашу. Кушать хочешь, Вань? Ну что, поехали дальше. А дальше, если посмотреть на северную часть полуострова, на пути можно встретить городок Щелкино. Конечно, доехать вдоль берега до него невозможно, необходимо выехать на центральную трассу и съехать с нее в нужный момент. Я не буду долго описывать это место, скажу лишь, что это один из самых молодых городов Крыма. Образовался в 80-х годах и изначально задумывался, как поселок для жизни рабочих, которые строили атомную станцию, строительство которой, в общем-то, прекратилось, а поселок остался. И теперь это, как и все в Крыму, курортное место. Если сравнивать его с другими местами Крыма, то могу отметить, что тут сравнительно немноголюдно. Есть необходимая инфраструктура для отдыха, магазины, места для проживания, и это все тоже Азовское море, как и на генеральских пляжах. Но каких-то скал и обрывов, которые создают красивые пейзажи, вокруг нет. Просто море и просто берег с приятным песком. Пожалуй, про северную часть Крыма рассказ можно прекратить, и пора перейти к южному берегу. На юге сосредоточились самые известные и туристически насыщенные города и курорты. Омывается эта часть полуострова Черным морем. Первый же населенный пункт на пути – это Приморская, рядом с Феодосией, которые кардинально отличаются от того, что мы видели на севере. Тут много людей, много предложений по аренде жилья, горки и качели для детей на побережье, водные аттракционы, катамараны, в общем, все, что есть на современных курортах. Сейчас вы наблюдаете поселок Приморская. Весь населенный пункт вытянулся вдоль дороги, которая идет вдоль побережья к Феодосии и другим курортам. Мы проживали тут несколько дней, практически через дорогу от моря. Питались столовой рядом с морем, и я должен про это сказать, что из всей нашей поездки – это самые недорогие места, как в плане проживания, так и в плане цен на продукты и еду в кафе. В целом у нас остались положительные впечатления от этих мест, и домик, в котором мы проживали, мы даже взяли себе на заметку на будущее, чтобы сюда вернуться. Далее мы заезжали в Феодосию, Коктебель, Судак и некоторые другие города, но на самом деле мы не очень любим освещать сами города, нас больше впечатляет природа. И поэтому я не буду показывать крупные города и курорты, и рассказывать их историю, описывать, что есть на берегу, думаю, про это есть множество обзоров, и при желании вы можете посмотреть их. А я, пожалуй, покажу те места, где мы останавливались на машине с палаткой. Как я уже сказал, в Приморском мы арендовали гостевой домик, но в Приморском есть и автокемпинг, можете взять себе это на заметку. А следующее место, где удобно расположиться с палатками, уже за Судаком, недалеко от поселка Морское. Дорога проходит вдоль моря, и вдоль этой дороги паркуются автолюбители и ставят палатки. Мы тут также ночевали один денек. Особенность этих мест в том, что море обычно в таких местах лучше, вода прозрачнее, все чище, а природа и пейзажи более красивые. Кругом такие же фанаты автопутешествуют с палатками. Сейчас вы наблюдаете кадры как раз таких мест. Мы просто ехали и уже вечером увидели вдоль дороги множество палаток и автомобилей, стоящих рядом с ними. Разбили свой лагерь среди них и прекрасно провели время. Целью нашей поездки было увидеть как можно больше мест Крыма, ну и, конечно же, отдохнуть. Изначально мы хотели иногда жить в палатках в красивых местах, а иногда арендовать жилье. Но это было в теории. На практике же мы столкнулись с тем, что в небольших населенных пунктах совершенно непросто арендовать жилье на одни сутки. Да что там на одни? Даже на двое-трое суток арендодатели очень неохотно хотят сдавать жилье. А узнав, что у нас трое детей, категорически отказываются. Проще найти жилье в крупных городах, например, в Алуште. Я, конечно же, не хотел показывать города в этом видео, однако покажу немного Алуште. Но оставлю это без своих комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, продвигаемся дальше вдоль южного побережья Крыма и добираемся до Ласточкиного гнезда. Пожалуй, одно из самых известных достопримечательностей всего полуострова. Можно сказать, символа Крыма. У этого места богатая история. Оно не один раз подвергалось перестройке, страдало от землетрясения. И даже на этих кадрах здание в очередной раз на реставрации. И проход в него запрещен. Есть несколько способов посмотреть это место. Приехать сюда лично и посетить смотровую площадку. Или приплыть на морском транспорте и посмотреть на замок со стороны моря. Или же есть вариант рассмотреть это место с квадрокоптера, что мы и сделали. Лично мне кажется, это место более красиво со стороны. И я бы отдал предпочтение морской прогулке вблизи этих мест, нежели заходить на смотровую площадку. Недалеко от Ласточкиного гнезда находится еще одна достопримечательность Крыма. Гора Айпетри. Ее высота примерно 1200 метров. И есть два варианта сюда попасть. Подняться по канатной дороге или заехать на автомобиле по узкому серпантину. Изначально мы хотели подняться именно по канатной дороге, потому что это уже некий аттракцион для детей, да еще и красивые виды для нас. Но, когда мы жили в гостевом домике в Алушке, мы познакомились с людьми, которые как раз ездили сюда по канатной дороге. И отзывались они про это не очень хорошо. По их рассказам, в кабинку набивается 30-35 человек, и если тебе не повезло, то ты оказываешься в центре кабинки. И добраться до окон, в общем-то, нереально. И ты просто стоишь зажатый среди людей и ждешь, когда кабинка доедет до верха. А еще приходится стоять в большой очереди, чтобы в принципе попасть в кабинку. И эта же история повторяется на спуске. В общем, послушав все это, мы поняли, что поедем на машине. Подниматься в гору на машине около одного часа. Дорога узкая, по одной полосе в каждую сторону. Часто бывает сложно разъехаться со встречкой. Мест для обгона практически нет. Поэтому, если впереди плетется какой-нибудь новичок с рулем, хотя новичкам лучше не ездить на Апетре, то за ним собирается приличная вереница машин. У подножия вершины есть большая парковка. Кстати, она платная. От этой парковки до вершины совсем недалеко. Необходимо пройти через небольшой лесок по камням бездорожным. И вы уже наверху. Следует принять во внимание, что тут сильный ветер. И, кстати, из-за него как раз мы не смогли тут нормально полетать на квадрокоптере. Давай, тут в ланике пройдем. На вершине находятся подвесные мосты Ай-Петре. Самый известный экстремальный аттракцион на главной горе Крыма. И самое инстаграмное место на Ай-Петре. Вряд ли найдется тот, кто ничего не слышал про эти натянутые между зубцов пешеходные дорожки над пропастью. Но не каждый рискнет пройтись по ним. Чуть дальше Ай-Петре находится большой каньон Крыма. Несмотря на то, что на карте он находится не очень далеко, дорога, которая к нему идет, такая же, как и серпантин. Узкая и местами не очень хорошая. Поэтому доехать быстро до него не получится. Конечно, это место опять же выглядит более эффектно с воздуха. А люди ходят по дну и по окраинам каньона, по тропам, которые специально организовали для туристов. Огромные камни и валуны являются дном каньона, по которому протекает река. Здесь есть ряд достопримечательностей, но они разбросаны далеко друг от друга и с маленькими детьми не очень просто пройтись по ним. Ну а мы возвращаемся на южное побережье полуострова, на Черное море, чтобы искупаться в ближайшем следующем курортном местечке под названием Семеиз. Сразу отмечу пляж. Он каменистый. Причем в некоторых местах море зайти очень сложно. А еще сложнее детям. Их сбивают волны и без нашей помощи они зайти искупаться вовсе не могут. Пожалуй, поэтому надолго мы тут и не остались. Место, конечно, красивое, но не наш вариант. Далее на пути недалеко от Севастополя находится городок Балаклава, в котором расположена одна из самых удобных бухт на Черном море. Сейчас это место является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей, но и окрестный пляж, до которых можно добраться на катерах. Теперь предлагаю посетить поселок Кача. Этот поселок находится уже за Севастополем. И хотелось бы отметить, что после того, как мы проехали Севастополь, горная местность кончилась и приобрела равнинные очертания. Кача примечательна тем, что в окрестностях поселка есть вот такие песчаные обрывы. Кстати, прямо на одном из таких обрывов мы и перничевали, поставив палатку. Это место находится в паре километров от самого поселка. А вот в самом поселке есть пляж и все необходимые развлечения. Пологий спуск в воду, приятный песок и даже тенек, который падает вот от этих зданий, построенных вдоль моря. Как видите, людей тут немало. Настоящий крымский курорт. Ну что, пожалуй, отправимся дальше. Это видео уже получается достаточно длинным и может получиться нудным. Поэтому я решил не показывать все пляжи, которые мы посетили, а отмечаю лишь те, которые чем-то отличаются. Но следующее место, это даже не пляж. Это соленое озеро вблизи Евпатории. Выглядит оно, конечно, эффектно. Белая соль и розовая вода. Все, кто приходит сюда, уходят из него по колено грязными. Поэтому прежде чем сюда ехать, стоит взять побольше чистой воды, чтобы отмыться после посещения озера. Сюда приходят с двумя вещами. Набрать соли или пофотографироваться. Мы сделали большую ошибку, разулись при входе на озеро и пошли босиком. И это же сделали с нашими детьми. Но в какой-то момент жесткая соляная корка начинает ранить ноги. А любая рана начинает очень щипать от соли. А иногда эта соляная корка и вовсе не выдерживает. И ты просто проваливаешься, царапая ноги о края соли. Вот мы наконец-то и добрались до самого эффектного пляжа. А эффектность его проявляется в чистоте, красивости и прозрачности воды. Безопречно чистый песок и чистейшее море ежегодно привлекают отдыхающих в это дикое место. Секрет чистой воды даже после штормов, отсутствие источных вод и ракушечное происхождение песка. Длина пляжа порядка 10 километров. Конечно же диким это место совсем уже не назовешь, отдыхающих в этом году здесь столько, что на протяжении всей косы даже сложно выбрать место для установки своего лагеря. Но побывать и даже немного пожить в таком красивом месте все же хочется. Как видите на этих кадрах, пляж и вода здесь действительно великолепные. Ну а если у вас нет желания или возможности жить в палатках, а красивого пляжа все же хочется, то могу посоветовать вам местечко под названием Оленивка, которое расположилось еще дальше косы на самой окраине полуострова. В последнее время этот поселок очень активно развивается. Активно застраивается пансионатами, гостиницами и мини-отелями. Так что выбор жилья здесь достаточно широк. Но из-за того, что это место активно развивается, цены пожалуй тут одни из самых дорогих. Это касается всего. Еды, проживания, бытовых вещей в магазинах и так далее. Ну а если не подумали о жилье заранее, то в СИЗО найти тут что-то для себя не так и просто. Как мне кажется спрос превышает предложение. В целом пляж тут красивый и есть все необходимые развлечения. Недалеко от пляжа целыми днями курсируют катера и лодки с туристами. Они организуют экскурсии к местным достопримечательностям. Кстати, недалеко от пляжа 10 лет назад во время шторма сел на мель большой сухогруз. И теперь он является одной из достопримечательностей, к которым плавают туристы. А рядом, между прочим, находится и маяк. На него ходить нельзя и лучше всего его видно как раз с морских прогулок. Ну что друзья, на этом наше крымское путешествие подходит к концу, но в заключении хочу показать вам еще одно местечко. Белая скала. Это не самое популярное место в Крыму, но тем не менее сразу привлекает к себе взгляд даже случайных туристов. Скала высотой 320 метров возвышается над крымской степью. Находится оно совсем недалеко от центральной трассы и при желании сюда может заехать любой желающий на своем автомобиле. Субтитры подогнал «Симон»